Беседа о том, как пагубно влияет на душу человека зрелище. Здесь говорится о том, когда ходили на зрелища, конские аресталища и прочее. Сегодня эти зрелища у каждого в доме у нас. Тогда, говорят, в театр ходили. А теперь театр не один еще, а по нескольким театрам бывают в одном доме. И говорит, что когда сами идете, да с собой еще детей ведете. А дети говорят, как воспитание детей. Это у нас говорят, детей надо воспитывать. Воспитание простое. А дети часто учатся больше от родителей. Не в школе, не в детстве, а от родителей. Как родители, какую жизнь ведут, так и дети копируют. И даже играют дети. То играют, вот были сестры у нас там. То одна сестра говорит, значит, отец, это мать. И вот копируют, как отец себя ведет, как мать. То есть дети учатся больше всего у родителей. Вот воспитание. Отец пошел на работу, сына с собой ведет, мать что-то делает, дочь из нее учится. Вот это воспитание есть. Во время работы, лишнее не говорить. А что? Ну, говорить можно духовные темы. Или что-то там, салмы какие-то петь. От этого дети и учатся. А если большие родители любят развратное зрелище смотреть, то и дети туда же идут. Больше к этому вникают. Сын учится у отца в постыдных делах. Вас огорчают эти слова? Вопрос задает святитель. Того я хочу, чтобы неприятными речами удержать вас от постыдных дел. А есть и такие, которые гораздо более бесчувственны. Которые не только не стыдятся того, что мы говорим, но сплетают еще длинное рассуждение в защиту такого рода дел. Если спросить их, кто такой Амос или Авгий, или сколько числом пророков или апостолов не смогут верта раскрыть. А в защиту коней и возниц представят рассуждение лучше софистов и риторов. И после всего этого еще говорят, какой отсюда вред? Какая потеря? Потому-то я и воздыхаю, что вы не сознаете даже вреда и не чувствуете зла. Бог дал тебе определенное время жизни, чтобы ты служил Ему. А ты попусту, напрасно и без всякой пользы тратишь Его. И еще спрашиваешь, какая потеря? Когда ты и стратишь напрасно хоть несколько денег, называешь это потерей, а тратя целые дни своей жизни на сатанинское зрелище, полагаешь, что ничего не делаешь предосудительного. Тебе следовало бы всю жизнь проводить в молитвах и молениях, а ты тратишь свою жизнь на крики, шум, ствернословия, ссоры, безвременное выселение и дела фокуснические. Тратишь напрасно и на свою погибель. И после всего этого спрашиваешь, какая потеря? Или не знаешь, что всего более следует беречь время. Если и стратишь золото, можешь снова приобрести его. Если же погубишь время, трудно воротить его. Потому что немного дано его нам в настоящей жизни. Итак, если не употребим его, на что должно? Что скажем, явившись туда? Скажи мне, если бы ты приказал которому-нибудь из твоих сыновей выучиться какому-нибудь искусству, а он всегда оставался бы дома или проводил время где-нибудь в другом месте, не отказался ли бы ты от него, учитель? Не сказал бы тебе, ты заключил со мною условия и назначил срок. Но если сын твой будет находиться это время не у меня, а где-нибудь в другом месте, то как представлю его тебе обучаемым? Я дал время для того, это же необходимо должны сделать и мы, сказать и мы. Да и Бог скажет нам, я дал время для того, чтобы вы научились искусству благочестия. Зачем же истратили это время даром и попусту? Зачем не ходили постоянно к учителю и внимали словам его? А что действительно благочестие есть искусство? Послушайте, что говорит пророк. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Салом 33. И в другом месте, говорит, блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим. 92-й псалом. И так, когда напрасно истратить время, какое будешь иметь оправдание? Зачем же, говоришь, мало дано нам времени? Какая бесчувственность и неблагодарность? За что особенно следовало благодарить Господа, что Он сократил твои труды и уменьшил подвиги, и приготовил тебе продолжительное и бессмертное успокоение. Зато ты обвиняешь его, и тем недоволен. Но я не знаю, как перешло сюда мое слово и сделалось продолжительным. Поэтому я необходимо окончить, и необходимо должен окончить его. А в том ведь наше несчастье, что здесь, если продолжится слово, мы все скучаем, а там начинаем с половины дня, а там начинаем с половины дня, и расходятся при лампадах и светильниках, то есть на зрелище. В храм приходим всего полтора часа, и то не каждый приходит на каждое боехождение, думает, а у меня дела дома сделать. Я то не успеваю, это не успеваю делать. А сколько времени проводим возле компьютера, телевизора? Представь, сколько. Но чтобы некогда не всегда осуждать вас, мы просим и молим, окажите эту милость и нам, и себе, а сами все прочее. Посвятите себя этому изучению благочестия. Таким образом, и мы приобретем через вас радость и веселье. Заслужим похвалу за вас и получим воздаяние. Всю же награду восприимите вы за то, что, будучи до сих пор с таким безумием, преданным зрелищем, по страху Божию, и вследствие наших убеждений, свергнули с себя эту болезнь, разорвали узы и прибегли к Богу. И не там только получите награду, но и здесь будете иметь чистейшее наслаждение. Такова добродетель. Кроме венцов, штамм, она и здесь уготавляет нам жизнь приятную. Будем же исполнять сказанное, чтобы достигнуть и здешних, и тамочных благ по благодати человека, любив Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь. 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 Продолжение следует...